Еще раз всем добрый вечер, мы продолжаем чтение Сефера Кузари, книги «Защиты униженной религии» в оригинале, так она звучит. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что, собственно говоря, уже по первой главе, до того места, до которого мы дочитали, мы дочитали до 63-65 параграфа, как раз вот сейчас на экран я как раз и вывел этот параграф, более-менее становится понятно, в чем, собственно говоря, пафос этой книги, которая, вообще-то говоря, является, опять же, уже по первой главе понятно, но в дальнейшем это станет еще более понятно, является такой полемикой со школой аристотеликов, то есть с философией, причем с философией в изводе аристотеликов. Еще раз напомню на всякий случай, что у нас на этот момент еврейских аристотеликов нет, есть арабские аристотелики, Аль-Фараби, Сина, а еврейских нет, и тем не менее получается, что эта школа имела широкое распространение, и вот, например, такой еврейский интеллектуал, как Иуда Олеви, поэт, прекрасно это знал, возможно, что не только он, а и другие евреи изучали это, и он, собственно говоря, посчитал необходимым и нужно написать книгу, которая является полемически заостренной именно в отношении вот этих самых философов-аристотеликов. Это как бы главный оппонент в каком-то смысле раввина, который здесь представляет иудаизм, и с ним ведется полемика как в первой главе, так и частично в четвертой и в пятой, как я уже говорил, да, там возвращается вот эта тема философии. При этом я сформулировал более-менее концепцию основной Иуда Олеви, которую он назвал таким эмпирическим историцизмом или историческим эмпирицизмом, лучше так назвать, да, который состоит в том, что на самом деле любые измышления человеческие, они, в общем, являются ограниченными, поскольку у него есть представление о том, что существует помимо разумной души еще одна душа в универсуме в целом, мировая душа, мировая душа, которая называется пророческой, то и в иерархии существ под лунном мире тоже существует, значит, еще один тип, еще один тип существ. Этот тип существ наделен пророческой душой. Так же, как люди отличаются от животных тем, что у них есть разум, есть еще существа, у которых есть пророческая душа. И пророческая душа – это что означает? Это означает восприятие, способность восприятия непосредственно какого-то знания от, так скажем, первоисточника. И, собственно говоря, евреи с точки зрения Иуде-Леви, это и есть, собственно говоря, те существа, которые обладают вот этой самой, этой самой пророческой душой, которая по Аристотелю, правда, которая по Аристотелю является потенциальным. Это потенциал, который, это существо, в том числе, не в рейхе, он может либо реализовать, либо не реализовать. Так же, как и потенциал разума человек может реализовать, а может не реализовать. Это зависит от условий, в которых он живет, это зависит от воспитания, это зависит и от его собственных усилий. И вот этот целый комплекс условий, которые позволяют человеку реализоваться, то есть перейти из актуального состояния, то есть, наоборот, из потенциального состояния в актуальное, это, собственно говоря, аристотельский подход, где любое существо может реализоваться, а может не реализоваться, то есть потенциал есть, а реализация не обязательно. Для реализации нужны специальные условия. И точно так же для иудеев нужны специальные условия для того, чтобы вот эта самая пророческая душа, собственно говоря, начала функционировать, чтобы человек оказался пророком. Ну, в частности, возможно, что для этого нужно находиться на земле Израиля. Для этого я, правда, забегаю вперед, да, из того, что мы читали. Есть на это намек, но и, в общем, из первой уже главы можно это увидеть, да. Мы читали параграф, где иудеев говорит о том, а что ты скажешь о существе, который, значит, вошел в огонь и не сгорел, и сорок дней, и сорок ночей не ел, и не пил, и так далее, и так далее. Да, это он, собственно говоря, рассказывает о Моисее, который восходил на гору Синай, и, собственно говоря, вот с его точки зрения это и есть доказательство того, что это другой тип существ. Ну, а вот этот самый исторический эмпирицизм, его состоит в том, что относительно самого вот этого знания, знания, полученного непосредственно от небесного источника, и которое, собственно говоря, возвышается над любым размышлением человека, любым интеллектуальным постижением человека, это откровение, откровение на горе Синай, на той же, да, которое получило 600 тысяч мужчин, как об этом рассказывает традиция. И поскольку это откровение состоялось вот при таком большом скоплении народов, я напомню, что это, собственно, идея Саадига вон, которую мы его дали, я повторяю, и сговориться 600 тысяч мужчин не могли никак, значит, это истина, то есть в дальнейшем передача традиций проходила по... не от одного человека к другому, а, собственно говоря, передавалась большим количеством народа, и поэтому история, с чего и начинает, собственно говоря, Равина рассказывать хазарскому царю о иудаизме, он на самом деле рассказывает ему историю, да, он рассказывает, вот это бог Авраама Исаха Якова, и дальше, собственно говоря, излагает историю. Почему история столь важна? История столь важна, потому что история является ничем иным, как своеобразным щупальцем, да, эмпирическим, когда я ощущаю откровение с помощью вот этого самого щупальца и как бы присутствую при этом, то есть это неоспоримое совершенно явление, так же, как, не знаю, потрогать стол или увидеть то, что я вижу, это, собственно говоря, почему это я называю эмпирицизмом условно в кавычках, да, потому что до эмпирицизма нам еще далеко, но, тем не менее, скепсис Иуды Олеви относительно философского познания, он как раз состоит в том, что измышления философов, они основаны не на непосредственных данных, хотя вроде бы философы утверждают, что они от них отталкиваются, но, отталкиваясь от них, они строят воздушные замки, которые в итоге оказываются безосновательными. А вот эта прямая связь, которая, собственно говоря, в откровении проявилась, это совсем другой тип знания. Ну и мы, собственно говоря, вот как раз на этом моменте остановились, можем еще раз прочитать этот параграф 63, когда Равин говорит, философ извиняет то, что они являются людьми, не унаследовавшими ни знаний, ни религий, так как они греки, а греки из потомков Ефита, обитавших на севере, а знание переходило по наследству от Адама. Адам тоже имел вот это самое знание, знание непосредственно переданное Богом, и это знание укрепилось божественным повелением, оно перешло к потомству Шема, то есть к семитам, а не к Ефитам, из которых происходят греки. И знание пребывало и пребывает в этом избранном потомстве Адама. А к грекам знание перешло только после того, как они начали одерживать победы, в том числе, возможно, Александра Македонского, и тогда знание перешло к ним от перцев, которые получили его от халдеев. Возможно, и раньше, потому что вообще-то македонский ученик, вроде бы, Аристотель, Аристотель до этого, значит, наверное, все-таки не победы, не Александра Македонского, а более ранние победы. И тогда знание перешло к ним от перцев, которые получили от халдеев, И тогда расцвели среди греков известные философы этой державы, но не раньше и не позже. А с тех пор, как власть пришла к Риму, не было среди них ни одного известного философа. Это отдельно, не будем сейчас спорить с этим утверждением. Иуде Олеве, который говорит о том, что в Римской империи уже философия сошла на нет. На это Хазар ему говорит, и что значит не следует доверять Аристотелю и его науке? И Равин говорит, да, верно, что он перенапряг свой разум, свою мысль, потому что у него не было традиции, переданной из достоверного источника. Вот этот достоверный источник, это, собственно говоря, и есть этот самый божественный логос на арабском Амр-Илаги, который и несет достоверное знание. И когда он думал о начале и конце мира, ему было так же трудно представить себе начало мира, как представить себе его вечность. Но в своих умозаключениях он предпочел вечность мира, опираясь только на собственные размышления. Вот эти собственные размышления, они ничего не дают, потому что это человек, а не тот, кто получает знания непосредственно с небес. И он не стал задаваться вопросом хронологии поколений, живших до него, исследовать разусловия людей, их знания. Но если бы этот философ был из народа унаследовавшего, общепринятые и общеизвестные данные, которые невозможно отвергнуть. Видите, вот эти общепринятые и общеизвестные данные, которые невозможно отвергнуть. Это и есть вот то, что я назвал историческим эмпирицизмом. То есть есть некие данные, которые мы воспринимаем. Почему мы их воспринимаем? С помощью истории. Он не задавался вопросом хронологии поколений. То есть он историю не изучал. А история, собственно говоря, и есть ключ к вот этим самым общепринятым, общеизвестным данным, как, например, Откровение. Отвергнуть его с точки зрения уголевья невозможно. И тогда он направил свои умозаключения и доказательства, чтобы подтвердить возможность создания мира, несмотря на встающие трудности. Подобно тому, как он обосновывал вечность мира, которую принять еще труднее.